Все 19 килограмм, которые там выстирали, они мгновенно сушатся. Здесь видишь, как вся сделана, все функция не будет. Заведующая детским садом номер 128 Мария Братухина рассказывает о новом оборудовании в прачечной. Это помещение, пищеблок и медицинский кабинет отремонтировали в этом году. Деньги на работу выделили из бюджета города по программе развития образования Севастополя. На наш детский сад было выделено на три капитальных ремонта, на пищеблок, прачечный и медицинский блок 4 млн 989 тысяч рублей. Выделенные средства удалось сэкономить. И миллион рублей руководство детского сада решило потратить на новые плиты, жарочные шкафы, конвекторы для пищевого блока, стиральные машины и гладильный станок для прачечной. Состояние спецпомещений дошкольного учреждения осмотрела заместитель директора департамента образования и науки правительства Севастополя Анна Мачулина. В первую очередь оборудование, которое закуплено, например, для пищеблока, оно позволило разнообразить меню для детей. Это положительно, потому что многие дети в детском саду с рядом заболеваний и требуется меню, допустим, паровое. Раньше это не было возможности такой, сейчас эта возможность есть. И детки смогут питаться полноценно, очень вкусной едой, замечать. В планах у руководства детского сада начать ремонт в бассейне. Его послам заведующий смогут посещать дети из других дошкольных учреждений. В департаменте образования и науки сообщили, что вопрос о выделении средств сейчас решается. В настоящее время руководство детского сада готовит проектно-сметную документацию. После этого будут оценены потребности в средствах и рассмотрен вопрос по корректировке бюджета города Севастополя для этих целей. На сегодняшний день в детском саду номер 128 воспитывается 266 детей. Мария Братухина отметила, что средняя посещаемость – 200 малышей. В дошкольном учреждении есть и две ясельные группы. Капитальные и текущие ремонты сейчас проводятся в 83 севастопольских детских садах. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.